Девушки отдыхают 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 Мудрости Девушки отдыхают Девушки отдыхают Моя работа — служить Ярлу, а не развлекать беседы и путешествия. Стендар, милостивый, это она, звезда Азуры. Возможно, это мой шанс все исправить. Я могу завершить начатое Мейленом так, как мы хотели с самого начала. Это значит, нужно отсечь звезду от Азуры. Только черные души смогут входить в нее, когда мы закончим. Дай мне немного времени, чтобы исследовать звезду. Я разберусь, что делать. Столько трещин и надломов. Это настораживает. Очевидно, покинув коллегию, Мейлен стал еще безрассуднее. Вероятно. Он умудрился заточить собственную душу внутри звезды, но она разрушается. Ей нужно все больше душ, чтобы поддерживать свое существование. Звезда поддерживает душу Мейлена. Я не могу ничего сделать, пока внутри нее часть Мейлена. Именно. Но нужно не просто изгнать Мейлена магией. Он выставил заслоны. Души могут попасть только внутрь, но не наружу. И если бы мы смогли каким-то образом отправить душу в звезду, такую, что была бы готова сразиться с Мейленом изнутри, это особый вид ловушки для души. Она поместит тебя в звезду, не убивая до конца. А потом, когда ты прикончишь Мейлена, я тебя верну. Я понимаю, что тебе нужно время для подготовки. Дай знать, когда соберешься. Душа Мейлена находится в звезде. Теоретически, уничтожить его будет не сложнее, чем убить обыкновенного призрака. Я наложу на твою душу магическую связь, пока ты будешь внутри. Когда ты закончишь, вернуть тебя в тело будет совсем не сложно. Для души Мейлена нет никакой надежды, ведь его плоть мертва. Но в твоем теле я смогу поддержать дыхание жизни. Однако, не забывай об осторожности. Если ты погибнешь внутри звезды, твоя душа будет уничтожена. И тогда никто не сможет тебе помочь. Ладно. Вижу, ты не прочь крепко выпить. Как насчет дружеской попойки Насбор? На кону чудный посор. До встречи. Он куражен. Если ищешь себе даму, ищи в другом месте. Кто попал под... Если желаешь выпить... Ха, это мы еще поглядим. У меня тут особая настойка. Очень крепкая пойла. Ну, сдрогнули. Ну, я начну. До дна. Твоя очередь. Одной меньше, дружище. Мне еще одну. Хочешь совет на дорожке? Как насчет тебя? Без ума от Санетов. Ага, все так говорят. Но мне что-то уже хватит, пожалуй. Давай еще по одной, и тогда твоя взяла. Ага, у тебя и вправду получилось. Посох твой. Слушай, с тобой пить одно удовольствие. Я знаю, тут неподалеку одно милое местечко. Там вино течет рекой. Надо пойти туда. Эй, что-то ты неважно выглядишь. Просыпайся. Да-да, пора вставать. Пьяное богохульное чудовище. Ну, разумеется, ты не помнишь, где ты. Ты, небось, даже не помнишь, как тебе удалось тут очутиться. Не говоря уже о несвязанных криках про свадьбу и козу. А это значит, что ты не помнишь своего пьяного угара и осквернения храма грудами мусора. Я бы с радостью помогла тебе освежить память, но я очень занята. Надо убрать бардак, учиненный тобой в храме. Но если ты поможешь мне убраться, а потом извинишься, может быть, я тебе и помогу. -, 1. -, 2. Продолжение следует... 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 Да? Ну, или, по крайней мере, последняя капля. Изгои захватили Маркар, а Ульфрик и его люди прогнали их. Имперцы пообещали Ульфрику, что норды смогут свободно поклоняться Талосу. Вот только эльфам об этом никто не сказал. Сюда заявилась целая толпа талморцев и потребовала ареста Ульфрика. До того, как пришли норды, мы поклонялись старым богам. У нас было свое королевство. С тех пор было много и плохого, и хорошего. Однако некоторым людям сложно смириться с тем, что они не правят собственной землей. Они и есть изгои. Изгои живут согласно древним традициям, Хотя некоторые из них лучше бы забыть. Кровавые жертвы, призыв Деэдра. Эта дорога до хорошего не доведят. Пусть дорога твоя будет без ухабов. Хочешь обученного боевого пса? Самый свирепый спутник, которого можно купить. Ага. Само собой, Маркарт. Ну, куда едем? Залезай в повозку и отчаливай. Если первый раз врифтами, обязательно сходи на медоварню Черный Вереск. Мне надо лошадей подковать. Так что давай быстрее. Ха, чего мне тут бояться? Одни слабаки прячутся за стенами. А я вам не слабак. Могу поспорить, что у меня самые сильные руки во всем Скайриме. Ааа, похоже на вызов. Знаешь что? Как насчет маленького пари, чисто между нами? Ставлю полный кошель септимов, что побью тебя на кулаках. Ты ставишь столько же, и мы деремся, пока один из нас не сдастся. Только помни, деремся по правилам. Никакого оружия, никаких фокусов. И никакой хитрой магии, соответственно. Ну, поехали. Ну, давай, посмотрим, чего это стоит. Нет. Нет. Просто не верится. Твоя взяла, значит. Ты будешь стоять в столбах? Отбивай! Вовсе нет. Иногда хорошо, что тебя ставят на место. Видно, надо поменьше хвастаться. Дороговато, больно. Заходи, заходи. Посмотри, что предлагает Раджи. Продолжение следует... Продолжение следует...